Сегодня проходит акция в поддержку детей, которые не должны страдать от агрессоров, от тирана. Мы все прекрасно знаем, что происходит. Адекватные люди все должны понимать, что происходит. Хочу попросить прощения у украинцев. Соболезнования родителям, которые потеряли детей, дети, которые стали инвалидами на всю жизнь. Мы также причастны к этому, потому что мы не до конца прикладывали усилия и боролись с путинским режимом. Если бы мы сплотились, мы бы могли снести его, но, видать, у нас не хватило. 24 числа, когда все произошло, я стояла на работе. И когда мои люди, которые со мной работают, кричали «Путин вперед!», я была в шоке. Я ходила, говорила, там убивают детей. Умирают груднички, еще не родившиеся детишки. Как это можно было все просто радоваться этому? У меня тоже выжили с работы за мою позицию. Девочку, которую хоронили, трехлетнюю. Мальчик, который сидел возле могилы своей мамы. Я извиняюсь, я не могу. Мы за всем следим. Нервы сдают. Я не могу. Я сама мать. Я не понимаю, как женщины, которые имеют детей, могут это поддерживать. Я слышала даже такие слова. Это же не мои дети. Моя подруга живет в Хмельницке, и она мне каждый день присылает, как бомбят ее город. И не только ее город, бомбят и другие города. Да, как просто она мне присылает голосовые сообщения, сообщения ее друзей. То, что им очень страшно. Они сидят каждый день в подвалах. То есть это может начаться просто. Они могут идти просто в школу, и начнется сирена. Им всем очень страшно. Почти каждую неделю я с ужасом вижу, что гибнут дети. И я, наверное, никогда не забуду, как еще в первый год войны было шокирующее видео, когда ребенка в памперсах буквально двухлетнего вытащили из-под завалов. И вот это видео, оно до сих пор стоит у меня перед глазами. И я очень надеюсь, что то, что мы выходим на эти акции протеста, оно окажет хоть какое-то влияние на возврат тех детей, которых украли из Украины. И я не представляю, что испытывают их родители сейчас, когда они не знают, что с их детьми. Я сама мама, у меня двое детей, два моих сына. И понятное дело, что шок – это самое слабое, что испытываешь, при том, как понимаешь, что дети остаются без родителей, что, в принципе, дети тоже умирают на этой войне. То есть и называть это какой-то там операцией, или какой-то миссией спасения – это все вообще гнусная ложь. И то, что происходит – это тирания, это издевательство, это вообще, в принципе, противоречит законам морали и вообще человеческим законам. Это давно пора остановить. И я вообще не понимаю людей, которые говорят, что это нормально, что там какие-то цели важные преследуются. Это бред. Ребят, хватит смотреть телевизор. Включите мозг, выключите телек. Простите вас вообще. Просто простите вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова